Всем приветик! Мы уже давным-давно проснулись, сейчас сидим с Аринкой, болтаем, играем, бесимся. Она здесь устроила полный раздрай в квартире. Сейчас я уже скоро уложу спать, чуть-чуть приберусь. Домонтирую видео. Блин, я так накосячила с этим вот... Как он называется? С обзором покупок фикс-прайса. Во-первых, я его... Арина, не толкайся, дочь. Во-первых, я его уже выложила. А когда уже выложила, увидела, что я, блин, громко музыку поставила. Это ладно, там, ну, можно услышать. Но вставки, где там с колготками Арина, да, там ход я показываю. Где с баночкой, с бутылочкой. Где я показываю вот этот отбеливатель. У меня он получился вверх тормашками. Блин, вообще, как так можно было накосипорить? Жесть. А только я так могу, блин. И причем я это уже увидела тогда, когда я выложила видео. А я обычно выкладываю видео и сразу их удаляю, чтобы память сильно у меня не было занята в телефоне. Я же на телефон снимаю. И, в общем, уже исправить это было никак нельзя. В общем, вообще жесть. Ну, ладно, будет мне это уроком. Хотя я не первый раз уже выкладываю видео с обзором покупок. Но так накосипорить первый раз. Ну, ладно. Я же там не супер-пупер-блогер, что я только начинаю. Поэтому можно меня простить. Арина вечно открывает рот. Знаете, есть в инстаграме вот эти вот мордочки-то. И там есть какая-то, как это, маска, не маска, где открываешь рот и много-много-много ртов вот это получается. И вот ей это очень нравится. Ей это нравится. И вот она постоянно рот открывает, когда я беру камеру. И вот она думает, что это оно. Руки-то вытащи. Это что? Руки вытащи. В общем, жесть. Чё, пока. Руки. Та-та. Арина. Какая шума. Начистила Арине шиповник. Ну, от косточек вытащила. И вот она его сейчас лопает. Такой вкусный, сладкий вообще был. Только мелкий, блин. Он как семечки уходит. Но я много не даю Арине. Ну, так. Сейчас, как она попросила, что-то вкусненькое. А у меня кроме яблок ничего нету. И вот шиповника. Вот ей шиповник дала. Да? Вкусно? Кушай. Да. Да. Хочу сейчас пересыпать шиповник. Вот в эту миску. Тоже, кстати, фикс-прайсовская. Ну, покупала уже давным-давно. Не помню даже, когда. Короче, хочу его перебрать вот от листочков. Помыть его. Вот. И что? И есть. Как семечки. Кстати, напишите, может быть, можно что-то из него сделать? Ну, может быть, какие-то, не знаю, может, какие-то компоты можно из него варить? Ну, напишите, в общем, чтобы, может быть, его не просто так можно грызть. А можно что-то из него полезное делать? Вкусное? Да, вообще обалдеть. Я так смеялась. Короче, после того, как Арина поела шиповник, что я ей наделала, ну, отковыряла от косточек, я ей нарезала вот такими вот кусочками яблочек. И положила вот в эту миску, там, где у нее был шиповник. Короче, она увидела, что я начала перебирать шиповник. Она приносит вот так в кулачках вот это яблочки мне на стол, таскает, таскает. Говорю, Марина, зачем ты мне их таскаешь? Ты их не хочешь кушать? Выкинь. Она мне его таскает, таскает, приносит пустую тарелку, такая, на! И показывает на шиповник. Короче, ребенок. Да. Короче, ребенок. Да. Да. Короче, ребенку очень понравился шиповник. Вот я сейчас еще вот такой кулачок небольшой начищу. Блин, он мелкий, его чистит, заколебешься, если честно. Ну, что сделать, если хочет ребенок. Кстати, его вообще можно много давать? Мне кажется, нельзя. Он же не просто ягода, он же лечебная ягода, да? Или я ошибаюсь? Тоже напишите. Тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. А то, может, я даю, а его нельзя в таких количествах давать. Ну, все, начистила. Чуть меньше, чем я взяла, ну, как я вам показывала, чуть меньше начистила. Так чищу прям полностью, отбираю косточки и даю ей. Кушай. Пойдешь в комнату? Да. Ну, давай. Так он не рассыпь, ладно? Не. Давай, приятного аппетита. Да, давай, иди кушай. Ладно, буду продолжать перебирать. Новая игра. Она разобрала палочку ватную от ваты. У нее палочка пустая, без ваты. И смотрите, что она делает. Она вот занимается этим уже минут 15, наверное, может и больше. Так. Эксперимент. О! Ух ты! Ничего себе! Здорово! Какая интересная игра у Арины. Ух ты! Папа! Папа. Папе обязательно покажешь. Папа едет как раз домой. Давай. Ух ты! Молодец! Умница. Так. Так. Ой-ой-ой! Я хочу сейчас делать сладкие гренки. Ну, и заодно я расскажу вам, что для рецепта надо. Мне тут зарядка, телефон сейчас сядет. Короче, нам нужно 4 яйца. Ну, можно 3. Там уже, смотрите, сами. У меня маленькие яйца. Поэтому я взяла 4. Сахар, немного молока и хлеб. Хлеб у меня уже, наверное, третий день уже лежит. Такой он. Не свежий, не мягкий. Мы уже такой не едим. Поэтому сейчас я его обжарю. Вот. Ну, в принципе, и подсолнечное масло. Все, что нам надо. Арина, не надо. Давайте. Я сейчас буду делать. А вы, смотрите, может быть, кто-то такой еще не ел. Мы любим такое. Очень вкусно. Арина, не надо. Ну что, вот мои сладкие гренки получились. Сейчас поставили чаечек. Сейчас будем с чайком их пить. Можно делать без яйца. Просто делать молоко с сахаром. Ну, мне что-то понравилось с яйцом. Очень здорово их на завтрак кушать. Вообще классно. Прям сытный такой завтрак. Ну, попробуйте. Можете поменьше сахара добавить. Мы любим, чтобы было послаще. В общем, такая вкуснятина получилась. А, прям слюнки бегут. Все. Кипит чайник. Будем чай пить и устраивать. Всем приятного аппетита. Я приехал с магазина и привез покупки. Сейчас я вам их покажу. Две пачки макарон. Это я сейчас хочу сделать макароны с тушенкой. Молоко у нас закончилось. Потом такие мини-рулеты. Оренки-палочек. На вкусно. Водичку, как всегда. И пиво. А, еще что? Самое главное. Рыба. Смотрите, как она вкусная. Рулет. Мы такую все время покупаем. Один раз тут заехали, и ее не было. Леша, как это? Это завод, да? Рыбный прям производит, да? Ну, делает. Цех. Цех. Там у них всякое. И просто рыба, и соленая, и копченая, и таранки. В общем, все, что можно с рыбами, все там есть. Короче, здесь... Как это называется? Рулет чего? Скумбрия и красная рыба, как это горбуша. Короче, тут скумбрия и горбуша. Внутри скумбрия, а вот это горбуша. Это так вкусно вообще. Мы давно не ели. Не было. Заезжали, не было. А сейчас Лешка ехал мимо, и там была. Очень вкусно. Вот, да. Не надо, Арина, ручка. Мы сейчас будем кушать это. Вот, разрезали мы рыбу. Вот, смотрите, какая она. Внутри. Такая. Какая-то камера какая-то, она вся белая, так она розовенькая. На сколько, Леша, она вышла? На 350 рублей. Вот кусок у Лешки вышел сколько? 490 рублей килограмм. 490 рублей килограмм. За этот кусочек небольшой. Ну, 350 за кусок, 490 за килограмм. Сегодня вообще нет настроения что-то готовить. Сейчас просто сделаю макароны. Лешка побежал за тушенкой. Сделаю макароны с тушенкой. Не знаю, какую он тушенку в этом магазине выберет. У нас такой магазин. Ну, не магнит, не пятерка, не дикси, ничего такого. А просто такой мужчина открыл магазин. И там, как в деревнях, в общем. В общем, самообслуживание, все. И причем все тут есть, все, что хочешь. Детская еда, там, творожки, все дела. В общем, нормальный магазин. Но не знаю, какая это тушенка. Здесь ни разу еще не покупали. Сейчас принесет, покажу вам, что там будет за тушенка. Целый день сидели сегодня дома. Никуда не ходили. У нас то дождь, то солнце. То дождь, то солнце. В общем, не пошли мы гулять. У Арины более-менее нос уже отпустило. Соплей практически нет. Зуб, потому что вылез. Вот. Ладно, буду сейчас его ждать. Макароны уже надо. Уже вода почти закипела. Буду засыпать макарошки. Вот такую вот Леша купил тушенку. 140 рублей она в нашем магазине стоит. Ну, которая рядом с домом. Сейчас вам покажу, как она внутри выглядит. Вот такая вот внутри. Не знаю, сейчас кинем на сковородку, посмотрим. Но на вид вроде... Ну, не знаю. Я не особо понимаю в тушенках, но мне кажется, жира много, мяса не особо. Ну, посмотрим сейчас. По запаху вкусно пахнет. Короче, сковорнула я кусочек. Смотрите, один жир. Мяса вообще нету. Ну, что это за мясо? Это не мясо, это так. Один жир. Гуля. Ну вот, всё, что есть на сковородке, это вся вот эта банка. Я вот здесь вот эти кусочки вот так вот на мелкие частички разрываю, чтобы хоть немножко было мясо. В общем, что это за тушенка, непонятно. Ну, хоть нету этих жилок, которые не разгрызёшь, а потом их выкидываешь просто. Я их прям сразу, если не попадают, так беру и отсюда же прям выкидываю со сковородки. Ну, вот жирки вот они есть. Уже большой. Ну, вот. Ну, ладно. Хоть запах будет тушенки. Ну, запах правда вкусный. Есть можно. Ну, вот, выпиралась вся жидкость. Вид уже получше, но мяска практически нет. Я говорю, крупные гипсушки, если попадались, я их вот так прям разламывала, чтобы их на мелкие-мелкие частички. Ну, вот так. Нафиг. Ладно. Будем макарошки все засыпать. Всё, сейчас будем упаковывать наш телевизор. И поедет он в ремонт. Скажите честно, вы что не знаете, какую-нибудь найти? Ну, отвертку. Вот она, коробка наша от этого телевизора. Мы всё сохраняли. Вот всё её. Смотрю. 3D. Да. Мы, кстати, 3D даже ни разу не воспользовались. А, не, я один раз мультики смотрела, когда беременная была в очках. А так и не воспользовалась. Да, Ариночка, не надо тут терять вот эти всякие штучки. Вот так. Ой, ой. Это возможно только если тебе нечего. Тебя такой маленький. Ну, вот и всё. Наш день подошёл к концу. Мы уже поужинаем. Кстати, тушенка оказалась очень вкусная. Нам очень понравилось. И даже мясо так довольно-таки нормально получилось. Конечно, прям не куски-куски, а такие мелкие частички. Но тушенка чувствуется прикольная. Вот. Арина сейчас купается. Сейчас уже будем спать. Сейчас попьёт молочка и уже будем укладываться. Нам, кстати, дали отопление. Прям батарея огнева. Мы этому очень рады. Наконец-то в квартире потеплело. Не, конечно, прям тепло всё равно. Обогреватель включаем. Но уже обогреватель мы включаем два раза. Два-три раза. А то раньше включали целый день. Просто с утра до вечера работал обогреватель. Вот. Всё. Сейчас уже будем спать. Большое спасибо, что подписались. Большое спасибо, что посмотрели наше видео. И ставите пальчики вверх. А кто ещё не подписался, обязательно подписывайтесь. Комментируйте. Главное, комментируйте. Мне очень приятно, когда вы комментируете. И я вижу, что видео смотрят, что они не просто так засняты. А то иногда, знаете, выложишь видео, и вы не прокомментировали. И кажется, что... А зачем снимать, если оно никому не интересно? А когда хоть какой-то комментарий, пускай там одно слово, пускай просто смайлик, уже понимаешь, что человек посмотрел, что человеку это всё понравилось. И сразу как-то хочется что-то делать. Вот. Всё. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok